Ох уж этот Steam Deck, который навел шуму в мире игровых устройств. Несмотря на то, что это далеко не новое устройство, попало оно в мои руки совсем недавно. Нет, честно говоря, я уже его видел, чутко трогал, но проблема заключается в том, что это было крайне мало, и за те самые пару минут сформировать впечатление полностью крайне сложно. Но в этот раз, наигравшись с него, попользовавшись им так, как мне хочется и когда хочется, теперь я могу с удовольствием вам рассказать об этом устройстве, для кого оно лучше всего подойдет, для кого нет. Оправдывает ли он ожидания и все то, о чем о нем говорят? И сможет ли вообще Steam Deck заменить стационарную игровую консоль, как Xbox или PlayStation? Кстати, когда я описал сценарий для данного видоса, честно говоря, было трудно, ибо всегда при формировании каких-то тезисов хотелось добавить «но», 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 но вроде как этого избежать удалось. Перед началом видеоролика, как всегда, прожимайте свой лайк, подписывайтесь на канал и пишите свое экспертное мнение насчет Steam Deck. Кстати, это устройство дали мне на время ребята из Технодеуса, за что им огромное спасибо, если вдруг не знали, это те самые, у которых большой ассортимент, приятные цены, и которые вам еще и скидку в 1000 рублей на игровые устройства по моему промокоду JumboMax дадут. Да, у них в наличии есть что вы найдете, смартфоны, айфоны, конечно же, игровые устройства, как и портативные, Steam Deck, Lenovo Go, Rock Li, так и стационарные в виде PlayStation 5 и прочие гаджеты. Помимо всего, у них есть шурум в Москве, делают доставку по всей России и дают годовую гарантию, что очень хорошо. Поэтому, если нужно что-то из электронных устройств, обязательно приходи к ребятам по ссылке в описании и приобретай все, что захочется в Технодеусе. Несмотря на то, что я не особо люблю говорить о дизайне игровых устройств, поскольку часть всего ты их поставил куда-то и не особо обращаешь внимания, то в портативных устройствах этот вопрос всегда, мне кажется, будет актуален, ибо он у тебя почти всегда на виду, то есть в руках. Честно говоря, что первый раз, что второй, Steam Deck выглядит стильным. Есть у него какая-то, знаете, крутость в дизайне, эстетика, симметричность, которая вызывает чувство «Вау, прикольно!». По тактильным ощущениям я бы не сказал, что устройство какое-то прям премиальное или нереально качественное. Руками ощущаешь довольно обычный пластик, но цепкий. Ну а сами кнопки, они довольно-таки простые. Кстати, кто не знал, я еще пользовался однажды Rock Alive, конечно, это давно было, но так или иначе, там, несмотря на то, что устройство стоило дороже, по тактильным ощущениям он казался как-то дешевле, чем Steam Deck. Возможно, это ложные воспоминания, но они присутствуют. По размеру, лично для меня, в первый раз он показался довольно-таки большой. Во второй раз, а именно в этот, я бы не сказал, что он прям огромный, но в то же время и не маленький, он оптимальный, ибо соотношение экрана, ручек, как у той же PSP, вряд ли кто-то сможет повторить, да и это особо не нужно, ибо величина экрана тоже важна. И тут она, как по мне, держит золотую середину, отчего тебе удобно играть во всех положениях. По эргономике он получился также весьма удобный, за исключением моих личных привычек. Я просто максимальный консольщик, и, как мне кажется, у Steam Deck не особо прикольно сделаны бампера. Они есть, они нормально нажимаются, но нажимать на них не хочется. Вот мне показалось неудобно. Либо ты берешь устройство вот так и стреляешь безымянным пальцем, либо привыкай. Но я как-то это делаю с максимальным дискомфортом. Напишите в комментарии, если вдруг у кого-то так же. Кнопки HUB для меня показались слишком маленькими, и по расположению они находятся не там, где кнопки от Xbox, отчего я первое время случайно нажимал на кнопку паузы. Тоже это слегка бесило, но тут чисто дело привычки. Кстати, наоборот, тут две пары кнопок, весьма удобных, поэтому в случае, если у вас есть тоже маленький дискомфорт бамперов, вы их можете переназначить на них. Помимо всего, есть тачпад, которым я не особо пользовался, но он очень сильно выручал тогда, когда в игре есть курсор мышки. Это реально помогало. Насчет весомости. Многие говорят, что он увесистый, тяжелый. Если при первом разе я это прям ощутил, но вот в этот раз мне так не показалось. И в любых положениях играть не напряжно, особенно сидя. Да, Роколай по воспоминаниям был, конечно, легче, но опять же, это как характеристика, которая мега мелочная и почти не влияет на удобство. Единственное, я заметил, что он греется. И довольно так хорошо, ибо Роколай, сколько бы в него там я не играл, он весь воздух выдувал именно вверх и почти не нагревался сзади. Да, симдек тоже дует, но я бы сказал намного тише, но зато греется больше. Опять же, как характеристика не более. Что касаемо главной идеи данного устройства. Не сложно догадаться, что Габен хотел создать идеальную портативную игровую консоль, которая будет связана напрямую с его магазином. Признаюсь честно, у него это сделать получилось. Если у вас огромная библиотека Steam, то Steam Deck это просто база. После включения заходишь в свой профиль Steam и все, скачешь что душе угодно. Для удобства тут есть специальное обозначение, где вам прям будут писать, какая игра пойдет, какая будет работать не особо идеально. Конечно, исходя из опыта, могу сказать, что обозначения не всегда достоверны на 100%. Есть игры, которые якобы не работают, но по факту они работают нормально. Есть те, у которых обозначений попросту нет, но они также работают и все в этом духе. Я не буду вам перечислять производительность разных игр, скажу просто одно. Из всего того, что я играл, это, кстати, были чаще всего игры 8-го поколения и более старые, играются они более чем хорошо. То есть, если вы не гоните за новыми играми и максимальным качеством, то результаты вас очень обрадуют, ибо некоторые игры идут даже лучше, чем на консолях 8-го поколения. Поскольку библиотека у меня была весьма ограниченной, я не смог запустить прям супер-мега новые игры, но поглядев на них, как они играются, можно сделать вывод, что в них играть также можно, но с компромиссами и с определенными настройками и графиками, которые можно позаимствовать у тех, кто нашел золотую середину или какой-нибудь лайфхак с генерацией там кадров или фессаром. И для портативного устройства, на мой взгляд, это, во-первых, более чем достаточно, а во-вторых, это реально круто, что такое маленькое устройство тебе предоставит столь огромный список игр, а также возможность в них поиграть. Мега удобно сделаны дополнительные настройки. Если нужно, к примеру, повысить производительность, нажимаете сюда, выдвигаете ползунок, потребление идет больше, игра идет лучше, но батарея садится быстрее. Нужно вывести дополнительную функцию на экран, вот, держите. Все работает достаточно быстро и практически без нареканий. Насчет батареи. Она тут явно ощущается лучше, чем в Rockalaya, ибо там зарядка цистрифически идет вниз, и ты это прям замечаешь, то здесь ты можешь поиграть значительно подольше. Но есть но. Заряжать стимдек не так быстро. Но я лично вообще в аккумуляторе не особо вижу какую-то проблему, поскольку если ты едешь в поезде, подключи зарядку и играй сколько тебе влезет. Да и понятное дело, что на таких устройствах ты не сможешь без подзарядки играть более чем, например, 5 часов. Но то, сколько держит обычный стимдек, мне лично хватает, ибо он не создавался под идеей того, чтобы играть целый день без заряда. Данное устройство я больше, знаете, рассматриваю как перекур, как некая пауза на игры, либо как занять время где-то в очереди, в туалете, в маршрутке, в такси, либо когда твоя мадам подбирает в каком-нибудь магазине лук. Если ты в гостях, то просто найди розетку, и в целом будет тебе счастье. И оно тут заключается в том, что свои любимые игры из стима ты можешь просто взять с собой в рюкзак и играть где угодно. Многие сейчас скажут, что на нем можно запустить не только игры со стима. Знаю, но первоначальная идея все-таки состоит в этом, и само устройство я рассматриваю всегда с точки зрения базовой идеи. И честно говоря, это здесь сделано все легко, просто, удобно и самое главное по делу. И несмотря на то, что на компе, на консоли, на стимдеке ты вроде как запускаешь одни и те же игры, чувства от этого совершенно разные. Даже скажу больше, что играть на ноуте или на стимдеке в одни и те же игры ощущается по-разному, хотя в целом процесс он очень похож. Но как по мне, специализированные устройства под игры дают больший комфорт за счет своей специализации и удобства, нажимая на игру и играй. Я уверен, что многих интересует вопрос, а может ли стимдек полноценно заменить игровую консоль. Полноценно? Нет. Ибо все-таки у них разные возможности в производительности, но частично или хотя бы предоставить похожий опыт вполне. Поскольку данное устройство имеет очень гибкую систему и к нему вы можете без проблем подключить всякие наушники, контроллеры и что очень кстати, были придуманы вот такие вот станции, которые позволяют стимдек превратить в стационарную игровую консоль. У меня кстати имеется вот такая вот станция от компании Ugreen, которая идет в комплекте с таким вот мощным блоком питания и качественным проводом Type-C. Для чего собственно такая станция нужна? Все очень просто, для того, чтобы без проблем вывести изображение с вашего портативного устройства на нужный тебе экран. Кстати, не обязательно только со стимдек, ибо он подойдет и к Rockolio, к свечу, Lenovo Go и даже к айфону 15. Берем станцию, подключаем к питанию, подключаем HDMI и в итоге ваше портативное устройство становится стационарным. Но это еще не все, поскольку данная станция 9 в 1, при помощи нее вы сможете подключать различные аксуары для управления, по типу мышки, клавиатуры, там можете подключить карту памяти, прямой кабель интернета и в целом при помощи подобной станции можете использовать стимдек как полноценный ПК. Правда, на линуксе, но все же. Еще, кстати, хочу что отметить, станция имеет пропускную способность разрешения 4К при 60 фпс. Сама она легкая, сделана из алюминия, смотрится стильно, не катается по стылу, да и со стороны около телека или монитора в вашем игровом месте это будет выглядеть действительно красиво. Это реально очень классная тема, если вдруг у вас нету там консоли, либо ПК, пришли с работы, учебы, поставили устройство на станцию, пользуйтесь им и еще попутно заряжайте, кстати. Как по мне, если вдруг у кого-то из вас есть портативное устройство, я бы рекомендовал как один из самых важных аксессуаров в покупке, ибо это удобно, если вам вдруг понадобится экран побольше. Я лично таким образом на пару дней заменил себе консоль, подключил к деку геймпад и по сути играл на большом телеке. Если что, такое устройство можете взять на Али, поэтому если хотите себе такое, то переходите по ссылочке в описании. Поэтому тем, кому достаточно производитель систем дека в нужных ему играх, при наличии большой библиотеки в магазине ГБНа, не особо даже нужно бежать за какой-либо консолью, ибо тот же стим дек частично ее заменит и в некоторых моментах предоставит даже более гибкую систему и больше возможностей для игр, в плане там каких-нибудь локализаций, модов и тому подобных тем. Но опять же, качество картинки будет, конечно, отличимой, и те же самые консоли, а именно Xbox Series X и PlayStation 5 вам предоставят куда лучше опыт в плане качества изображения. Кстати, о возможностях. Несмотря на то, что главная идея стим дека заключается в том, чтобы люди играли где хотели свои игры из стима, благодаря его концепции и гибкости системы появилась огромная комьюнити, которая больше, как по мне, ковыряется в данном устройстве, нежели играет. И дядюшка ГБН в этом прекрасно угадал. В большей степени аудитория стим дека это пекари. И для них прокачать свое устройство, запустить что-то незапускаемое, впихнуть невпихуемое, добиться лучшей производительности, снизить температуру, поделиться какими-то хитрыми гайдами, всегда радость, и чего данный аппарат, на мой взгляд, стал лучше первоначальной задумки. Ибо тут и винду накатывают, и эмулятор ставят, и что только не делают. И пекарям очень нравится такая открытость, и вообще имя респект за то, что такое устройство они держат больше, наверное, в своих руках, нежели ждут, когда компания сама что-либо устранит или придумает. Valve, мне кажется, просто развязала руки и радуется за то, как радуются игроки копать в этом устройстве, делая его лучше, и тем самым больше его популяризируя. Я, опять же, этим не особо страдаю, ибо мне лень, да и особо заморачиваться просто не хочу, поскольку всегда привык пользоваться первоначальной задумкой данного устройства без заморочек. Ибо я консольщик, и мне кажется, много таких. Ну и если бы у меня не было бы консолей, я бы заморочился, я бы и русификатор где-нибудь поставил, и винду накатил, и так далее. Устройство гибкое, и возможностей у него реально много. Если бы вдруг что-то не получилось, то обратился бы к знакомому, к примеру, к Ване из Биг Пига, который уже просто преисполнился в этой теме. И несмотря на то, что Steam Deck в комьюнити вызывает очень огромное уважение, и это устройство очень ценное, на мой взгляд, оно прям немного переоценено. Это реально очень классное и хорошее устройство, но не без минусов. Ибо когда я пользовался Rock Alive, я бы не сказал, что он прям значительно хуже, чем Steam Deck, он просто другой. Со своей системой, фишками, характеристиками, в изначальной винде с возможностью пользоваться играми не только через Steam. К примеру, там можно вообще прям без всяких заморочек подключить подписку Game Pass через Microsoft Store, и это делается намного проще и привычнее, ибо опять же, это винда, которая стоит изначально, но которая хочу отметить является и минусом, и плюсом, но тут опять же дело предпочтений. Если же изначально про Steam Deck говорили и есть устойчивое мнение, что это как iPhone в мире портативок, с точки зрения отношения к бренду, я частично согласен, и кого не спросить, Steam Deck будет просто лучше. Но вот в идеальность работы системы, пожалуй, нет. Баки, ошибки, вся эта ПК-тема будет преследовать вас и тут, только немного в другом обличье, более каком-то стильном. У меня как-то раз зависали игры, так что не помогала перезагрузка, и ситуация, в которых при входе в Ubisoft Connect я никаким образом не мог ввести нормально логин на пароль при запуске игр, после запуска игры не мог ввести свой профиль, у меня просто не нажималась кнопка, всякие другие ошибки, минус перевод в главном меню, такое есть. Но все равно на Steam Deck это выглядит намного презентабельнее, нежели на портативке на винде. И это все из-за специальной ОС. Но суть проблем, по сути, не меняется. Иногда придется повозиться и пошаманить. Увы, этот процесс, он просто неотделимый для ПК-гейминга, даже портативного. Но, как по мне, эти устройства совершенно разные из-за класса игр и посоветовать, к примеру, купить Switch за счет того, что он больше держит заряд человеку, который не особо любит Nintendo тему, мне кажется, это просто мимо кассы. И разница в качестве изображения и списка игр тут будет просто колоссальной. И несмотря на то, что Steam Deck считается некой портативной приставкой, мне кажется, логичнее ее обозвать неким КПК для игры, так же, как и Рокалай и так далее, и сравнивать именно с ними, нежели со Switch'ом. Просто Nintendo Switch образом, что если ты видишь игру в списке, она у тебя запустится всегда без всяких но. Ибо это очень закрытая система без лишнего телодвижения. И несмотря на то, что на Steam Deck это практически то же самое, работает это не всегда так. Поскольку, опять же, тут есть частичка ПК-системы. Это неплохо, просто это тот фактор, который нужно учитывать при покупке и понимать, что кроме игры иногда необходимо будет поковыряться. Если вы там захотите иметь более красивые меню, более широкий спектр и игры, лучшую производительность и так далее. И даже если захотите запустить ваши игры из Steam, то возможно будут какие-то но, которые нужно будет решать. ПК-юзеры будут более чем спокойны в этом плане, а вот консольщика возможно это напряжет. Но поскольку комьюнити Steam Deck она очень классная, гайдов и решения тех или иных проблем вы найдете просто кучу. Я лично это устройство порекомендовал бы тем, кто хотел бы поиграть вне зависимости от места и тем, кто не требователен к производительности, а просто хотел бы себе гибкое, маленькое и в то же время хорошее устройство для игр, для людей, которые ездят далеко на работу. Те, кто путешествует, но не против чутка поиграть и при этом у них есть библиотека из Steam, это реально крутое устройство. Да, вы не получите в новых играх ультраграфику, 4К и 60 FPS, но это устройство оно про другое, а именно игру, где тебе захочется. И то качество, которое она тебе предоставляет для большего числа игр, более чем достаточно. Иметь такую штуку у себя в ассортименте это всегда прикольно, но поскольку я не особо пока нуждаюсь в играх, находясь в пути где-то еще, мне лично пока хватает стационарных консолей, ибо большая часть игр у меня именно там. Но если бы я был бы пекарем с большой библиотекой Steam, то Steam Deck как дополнительное устройство или просто устройство для игр было бы очень классным решением. И те, у кого он сейчас, я думаю, со мной будут капец как согласны. Поэтому официально заявляю, Steam Deck это реально крутая вещь. Такое вот у меня мнение насчет этого устройства, обязательно пиши свое в комментариях, если вдруг видос понравился, обязательно прожимай лайкусик, подписывайся на канал и спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok